Павлодаре жертвы мошенников сами разыскивают их и сдают полиции. Местный бизнесмен выследил и передал правоохранителям мужчину, который обманул его на 80 миллионов тенге. Говорит, именно бездействие полицейских заставило пойти на такой поступок. Как выяснилось, они просто не регистрировали заявление об обмане граждан. Артур Поляков продолжит. Два года назад к Павлодарцу Рустаму Нуркиеву обратился предприниматель из Алматы. Попросил поставить ему колесные пары для перепродажи. Бизнесмен свою часть сделки выполнил. Получил оборудование из России со срочкой платежа и передал покупателю. Прошли годы, а денег своих Нуркиев так и не увидел. И не только он. Как выяснилось, от рук предполагаемого машинника пострадали еще несколько человек. Павлодарец уже поименно знает потерпевших и точные суммы, которые они потеряли. В Астане 9 миллионов, 27 миллионов и в Алмате 20 миллионов. Эти люди, которых я лично знаю. И так же есть потерпевшие. Одному 140 тысяч тенге от Басари и в Экипасюзе 500 тысяч тенге. Это те, из которых вы знаете? Конечно, конечно. Они сами на меня вышли, потому что я дал объявление и ищу потерпевших. Собственную охоту на обманщика бизнесмен начал, чтобы вернуть не только свои 80 миллионов, но и доброе имя. Мужчина потерял доверие партнеров. Ему запретили выезжать из страны и арестовали счета. А полиция за все это время не продвинулась ни на шаг в поиске виновника. И вот когда должник снова наведался в Павлодар, чтобы заключить еще один договор уже на 50 миллионов тенге, предприниматель выследил его, поймал и собственноручно сдал полицейским. 8 сентября 2023 года в Южный отдел полиции управления полиции города Павлодара. С заявлением обратился житель города Павлодара. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Начато досудебное расследование по ст. 190 мошенничества в особо крупном размере. Получилось, что прежних заявлений в полиции даже не было. Почему их не регистрировали, внятного ответа дать не смогли. Вероятно, считали, что обман на десятки миллионов – дело не уголовное. Теперь потерпевшие ищут тех, кто тоже потерял свои деньги. И рассчитывают вернуть все до ТИИНА. Артур Поляков, Вадим Зиневич, КТК, Павлодар.